Мы начинаем. Если будут какие-то перебои со связью или там задержки с картинкой, пожалуйста, сообщайте. Что же хотелось осветить на нашем достаточно коротком мероприятии? Первое, конечно, это та самая пандемия, которая на нас всех свалилась, но кроме некой эмоциональной составляющей, которая, в общем-то, задела каждого из нас в той или иной степени, конечно же, это весьма существенно отразилось и на законодательных изменениях, и на финансовых потоках. Совершенно очевидно, что мир, таким, каким он был до этой эпидемии, совершенно не будет уже таким же после нее, потому что все те изменения, которые произошли, они будут углубляться и будут продолжать происходить дальше. То есть, конечно, очевидно, что эта эпидемия не последняя, она и не первая. Мы все помним эпидемию H5N1, и свиного гриппа, и бычьего гриппа, и так далее, и так далее. Много было разных штаммов вирусов, которые, конечно, не так были страшны и не так всех пугали, как вот та самая сейчас коронавирусная инфекция, хотя, конечно, для врачей коронавирус не является чем-то новым. Однако, тот след, который оставила данная эпидемия, которая продолжает оставлять эпидемию, именно что касается вопросов здравоохранения, вопросов регулированного здравоохранения, бюджетированного здравоохранения, мы расскажем. Немного расскажем о государственном регулировании здравоохранения. Это скорее больше как иллюстрация, собственно говоря, небольшой части фан-корпуса, которая есть. И немного расскажем о нацпроектах, поскольку эта тема очень важная и она обсуждается всегда, а поскольку сегодня идет конгресс, собственно, начался, то мы немножечко подробнее расскажем о реализации национального проекта именно в части его онкологической. Если какая-то тема вызывает больше интерес, пожалуйста, пишите. Мы сможем либо посвятить какой-то теме целое отдельное наше мероприятие, либо ответить на вопросы здесь. Итак, двигаемся дальше. Для всех было очевидно, что вторая волна будет гораздо больше, чем первая. Об этом нам писали, это моделировали, это предсказывали. И, естественно, система здравоохранения, в том числе и правительство, готовилась к этому. И сейчас мы видим, конечно, что результаты этой подготовки есть. Однако, конечно, совершенно очевидно, что нагрузка на существующую систему здравоохранения колоссальна. И те регионы, не такие большие, как Москва, например, Московская область, конечно же, сейчас перегружены. И здесь возникает вопрос, что же такое ковид, что очень глобально. А вызов это некий, да, это барьер, через который мы не сможем перелезть и который там вернет нас всех в хаос и в разруху. Либо это некий, наоборот, стимул, стимул для развития, для принятия новых законов, законодательных актов. И некое позырь к действию для того, чтобы еще больше развиваться и дать некий импульс нашему, в том числе, здравоохранению, в том числе, не только направлению инфекционных, но и во всех остальных. Итак, в чем же, собственно говоря, необходимость вот этой всесторонней аналитики и каковы тенденции, да, то, о чем мы говорим, кроме того, что у бизнеса новая ковид, да, то он вызвал за собой целую волну изменений, да, это оптимизация и развитие системы здравоохранения, это, ну, мы видели, какое колоссальное количество законодательных актов вышло именно в этом году, то есть правила игры на рынке меняются, ну, если не ежедневно, то еженедельно точно, да. И за всем, за этим, конечно, нужно уследить, поскольку система здравоохранения была у нас достаточно сложная и много регулируемая, да, то есть достаточно много было законодательных актов, то сейчас те количество законодательных актов, которые выходят, в них разобраться совершенно непросто. И, конечно, в результате не только там изменений ковидных, но и других мы видим и большое количество данных для анализов, да, вот есть исследования в ОМС, да, то есть гистологические исследования, злокачественные образования и молекулярно-генетические исследования, да, появление новых КСГ, да, в связи с связанными именно с ковидом, ну, с тяжелой пневмонией, которую он вызывает. Новые сгруппировки, тем не менее, в афанном направлении появляются, да, тем не менее, появился новый препарат, и все уже наверняка заметили те КСГ, которые появились, в частности, там, в некоторых регионах были выделены именно непосредственно под это заболевание, то эти все изменения, они происходят постоянно. И наша команда, у нас есть команда, которая занимается непосредственно ослеживанием и ведением этого проекта, постоянно, ежедневно, фактически смотрят за этими изменениями. Итак, какие же, с одной стороны, угрозы вызвал ковид, да, и что, с одной стороны, что, с одной стороны, показалось нам наиболее важным в данном случае? Конечно, это числа, сокращение числа предприятий малого и среднего бизнеса, да, на это повлиял карантин, это увеличение безработицы, падение доходов населения, да, сокращение, естественно, преступления в федеральный бюджет, и в том числе, конечно, значительный рост расходов бюджета на здравоохранение. Да, то есть мы уже видим, что плановые расходы были там порядка 19,7 триллионов рублей, и уже по исполнению бюджета на июль этого года, то уже исполнение бюджета существенно превышает те расходы, которые были запланированы. Ну, в принципе, конечно, это очевидно, поскольку огромное финансирование пошло не только на закупку лекарственных препаратов, да, для лечения, но и на реформирование, на реструктуризацию всей системы, да, в том числе, там, постройку новых отделений, открытие, закупку оборудования и так далее. Формирование дефицита федерального бюджета, да, мы видим, оно достаточно сильно. значительное снижение фонда национального благосостояния, ну и, конечно, финансирование бюджета в размере там увеличено, то благодаря переоценке, вот именно валютной части, да, рублевый объем средств вырос, то есть мы видим, мы видим повышение уровня инфляции. Какие же меры, меры правительство попыталось предпринять, и не будем говорить обо всех, это и о срочке налоговых выплат, да, и о срочке страховых взносов. Что касается здравоохранения, здравоохранения было принято, там, достаточно большое количество актов, потому, может быть, из них наиболее интересные касались госзакупки, да, то есть изменили систему закупки, заключения годовых контрактов, да, смягчение требований закупок, то есть увеличилось размер одномоментной закупки без проведения аукциона, особенно что касается препаратов для лечения пневмонии. Естественно, повысилось финансирование производства оборудования, да, для выявления профилактики и лечения этих заболеваний, порядка, там, 23 миллиарда рублей было выделено. Ну и, конечно, отмена таможенных пошлин, да, на лекарственные средства и изделия медназначения, в том числе и средства индивидуальной защиты, да. Какие же мероприятия именно по поддержку здравоохранения мы видели? То есть тут же уже сейчас вышло несколько пересмотров клинических рекомендаций, да, уже их больше шести. Опять же, по данным, но на вчера в стране открыто более 250 тысяч коек, которые готовы принять пациентов с ковидом. То есть эту цифру я смотрел в сравнении с весенней, практически увеличилось в два раза. То есть было там порядка 125 тысяч, сейчас больше 250. Если мы говорим о Москве, то сейчас перепрофилированы более 30 лечебных учреждений. И на сейчас уже на Москве, опять же, по данным буквально на вчера, более 15 тысяч коек готовы принять. И это там практически уже на 5 тысяч больше, чем это было два месяца назад. Понятно, что перевод пациентов, находящихся в федеральных учреждениях, и перепрофилирование всех имеющихся, всех имеющих доступных медицинских учреждений, да, клинические исследования, вы сами видите, как это все запущено и насколько это интенсифицируется. Ну и, конечно, как результат, зарегистрировано сразу несколько препаратов, и три из которых сразу же включены в ЖНОЛ-П, да. Зарегистрированы две отечественных вакцины. Можно много говорить на том, какие были группы сравнений, какие были клинические исследования, но, тем не менее, эти вакцины зарегистрированы и зарегистрированы в экстренном порядке. И их, по крайней мере, безопасность, хотя и на достаточно небольших группах, но оценена. Да, да, и попутно, естественно, сейчас идет исследование их эффективности. Также, конечно, из резервного фонда выделено порядка 90 миллиардов рублей. И тоже очень интересно, вот по данным того же фармкомпуса нашего весеннего, на тот момент, ну, стоим, наверное, на май, было зарегистрировано порядка 17 диагностических наборов на COVID. Вот по данным буквально на эту неделю я смотрел, то сейчас зарегистрировано уже порядка 200. То есть достаточно большой выбор есть и в диагностическом плане, и в лекарственном выборе. То есть есть и протокол лечения, есть и препараты, которые доступны для терапии данного заболевания. Если мы говорим про госпрограмму развития здравоохранения и нацпроект, то, конечно же, тут тоже произошли существенные изменения. И изменения произошли в сторону значительного увеличения и нацпроекта, и самой госпрограммы. То есть сейчас финансовое увеличение нацпроекта там составит порядка, ну, по разным оценкам, плюс ведомственные программы порядка там 1,7-1,8 миллиона рублей, что там больше предыдущего, почти 4,6 миллиарда. Исполнение проекта, расходов нацпроекта здравоохранения составило порядка там 60%. И каковы же тенденции, что мы видим? То есть максимально освоение текущих дополнительных бюджетов, и на это направлены все мероприятия, которые проводятся, в том числе и регионы. Бюджеты наиболее значимых проектов очень боялись, особенно в начале года, что бюджеты, если лишь сосудистая часть и онкологическая часть от нацпроекта здравоохранения будут сокращены, так вот они остаются пока без изменений и даже в некоторых случаях могут быть увеличены. Конечно, ускоряется процесс закупок максимально, сколько это возможно, закупки оборудования лекарственных средств, и переносятся неизрасходные бюджетные средства в резервный фонд из то, что называется менее значимых проектов, таких программ, как, ну, могу об этом позже говорить, таких программ, как диспансеризация. Программа диспансеризации, конечно, сейчас существенно сокращена, и именно все те средства, которые были запланированы именно на нее, перелацируются на более важные проекты. Изменения деятельности, конечно, коснулись и ФОМСа, поскольку значительное снижение выплат страховых взносов и отсрочек, связанных с пандемией, поэтому ФОМС, конечно, недосчитается достаточно большой суммы. В связи с этим Минфин объявил о том, что предусмотрят компенсацию за счет федерального бюджета. Конечно, были внесены изменения в правила оказания помощи по ОМС, и именно предполагается увеличение авансирования, да, там, на 100%. Вот то, что мы говорили немножко раньше, что временно приостановлено проведение профилактических мероприятий, в частности диспансеризации и переаллацированные эти средства на онкологическую и сердечно-сосудистую часть проекта, ну и пациентам именно с этими заболеваниями, а также пациентам, находящимся с диализом. Ну и в тарифных соглашениях, конечно, произошли существенные изменения. Установлен отдельный тариф на оплату пациентам с тяжелой пневмонией, вызванной ковидом, и эти цифры мы сейчас можем посмотреть. Вот они видны, вот здесь все те тарифы по КСГ и по клинику профиленгруппам, да, инфекционные болезни и пробонологии, там они выделены почти во всех регионах, кроме двух. И здесь видно, ну, понятное же дело, что самый большой тариф – это тяжелое течение ИВЛ, тяжелое течение ковида с применением ИВЛ, и, естественно, на более легкое течение, там, другие группы, вот они у нас выделены и отдельно по двосуточному и дневному стационару. Пару слов, если говорить о государственном регулировании. Здесь нет особенно никаких новостей, и здесь, я как-то и сказал, эта информация, скорее, справочная для тех, кто, может быть, не встречался с нашим проектом «Фармкомпас» и не знаком с ним, то здесь мы даем обычно весь срез законодательных актов, которыми регламентируется наша система здравоохранения, и с кратким их описанием. Конечно, в самом проекте это будет выглядеть гораздо более подробно, но здесь просто хотелось бы показать именно нормативно-правовую базу, да, консолидированные расходы государства на здравоохранение, мы видим, насколько оно существенно проросло у нас в 2020 году. И планируется, тем не менее, такой стремительный, но все же рост и на 2021-2022 год, несмотря на те самые проблемы, которые нас настигли в этом году в связи с эпидемией. Цели и стратегические задачи развития, согласно майским указам 2018 года, которые были озвучены, цели известны, это ожидаемая продолжительность лет до 78 лет, да, суммарник процент рождаемости, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, да, смертность от новообразований, ну, это больше, также перекликается с целями нацпроекта по лечению онкологических заболеваний, да, и доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, то есть это те основные KPI, которые были проставлены согласно именно майским указам, да. Ну, и здесь вот несколько подробнее расписаны стратегии развития здравоохранения, да, документом там отмечено, что несмотря на положительную динамику за последние годы, да, то тем не менее проблемы остаются, и они должны там, по крайней мере, в течение ближайших шести лет сосредоточиться на них государству, чтобы их решить. И, конечно, основной, как один из основных пунктов, это недостаточный уровень качественной приличной медпомощи, да, а ее доступность, и когда мы сейчас немножечко попозже будем говорить о нацпроекте лечения онкологических заболеваний, то там, например, в этой части, как именно эта задача решается, немного обсудим. Ну, и стратегия развития, да, вот то, о чем мы говорили, это те вызовы и угрозы, которые ждут, которые у нас перед нами стоят, да, там тоже та ожидаемая продолжительность лет, которые сейчас, там, на уровне 2018 года, в районе 72 лет, то, о чем мы говорим, что до 2025 года планируется, там, до 78 лет это вырастить, младенческая смертность, смертность граждану способного возраста и так далее. То есть это вот те самые KPI, которые мы также вместе с правительством, ну, по результатам публикации этих данных отслеживаем, и будем информировать в конце каждого года по результатам публикации о том, как исполняется, как исполняется каждая там цель, каждого национального проекта и любой стратегии, которая была опубликована. Так вот, если мы переходим к нацпроектам, это достаточно интересная часть, которая, собственно, в большей степени интересует сотрудников всех работающих форм отрасли. Так вот, национальный проект здравоохранения, он в себя включает несколько пунктов, которые разные по значимости. Конечно, львиную долю занимает эта борьба с онкологическими заболеваниями, это больше половины всего у нас проекта. На последующих местах тоже весьма существенные – это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на втором – борьба развития детского здравоохранения, и на третьем месте – это развитие именно информатизации здравоохранения, создание вот этого самого единого контура ЕГИС-УЗ, о котором достаточно много говорят, и в которой достаточно большие бюджетные деньги вложены. И вот мы для примера сейчас можем посмотреть, насколько же исполняются и каковы же результаты исполнения вот этих нацпроектов. Это данные вот на 1 июля, они публикуются обычно с небольшой задержкой, именно поэтому сейчас мы публикуем данные июля. И что же мы видим, что как раз именно два весьма существенных нацпроекта, которые там занимают весьма большую долю в общем проекте здравоохранения, к сожалению, пока далекие от своего кассового исполнения, это первое развитие детского здравоохранения, там порядка 18, там всего лишь процентов исполнения, да. Ну и вот тот самый ЕГИС-УЗ, о котором мы говорили, его тоже там не больше 17 процентов, хотя ЕГИС-УЗ, вы видите, финансово очень большой и объемный проект. Именно в части исполнения вот именно этой электронной медицинской карты, как они там говорят, как рапортуются регионы, видятся трудности и видятся большие сложности, и заполнение не всегда получается. Если там реализована система ЕГИС-УЗ только в части создания системы записи к специалистам, то в последующих, во всех остальных звеньях, эта система пока еще далека от совершенства, и, как мы видим, и с точки зрения кассового исполнения, то есть финансово-расходной части, система также в меньшей степени работает. В отличие, вот, например, борьба с онкологическими заболеваниями, с сосудистыми заболеваниями, ну, конечно, в первую очередь с онкологическими заболеваниями, эта система гораздо в лучшей степени исполняется и налажена, и работает, и мы видим это, и, собственно, по результатам. Почему это важно и отслеживать такие данные? Именно на основании этих данных мы понимаем, какая система лучше работает, и какая система, скажем так, в данном случае лучше использует средства, которые ей отпущены, и, соответственно, видно, ну, и мы в своей повседневной жизни замечаем это, и, с другой стороны, туда-туда, куда правительство будет прилагать те усилия, что касается, например, той же системы ЕСЗ, да, которая, вообще-то, должна интегрировать и с этого года еще и данные по всем льготникам, и по всем пенсионерам, мы видели эти указы, которые были в марте этого года, будем надеяться, что она все-таки заработает, поскольку, к сожалению, при анализе большого количества данных мы видим большое разночтение и разнообразие в разных источниках, и если эта система все же заработает, то, конечно, эти отчеты и будут предоставляться вовремя и достаточно точно. Вот проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» перекликается сейчас как раз с Конгрессом, который уже начался, и, что интересно, вот те самые бюджетирования, которые у него есть, и целевых показателей, там их много достаточно, но основных, их всего три, это доля злокачественного образования выявленных на ранней стадии, удельный вес больных, которые настояли на учете более пяти лет, и одногодичная летальность. Одногодичная летальность, то есть это те пациенты, которые погибли в течение первого года после установления им диагноза и впервые, естественно, взятых на учет. Итак, здесь вот есть определенные целевые показатели, а если мы посмотрим исполнение их в 2019 году, мы видим, что исполнен из трех показателей только один достаточно адекватный. То есть удельный вес больных с злокачественными образованиями, которые стоят на учете более пяти лет, вот этот показатель выполнен, а остальные нет. То есть о чем это может говорить в том числе, что, конечно, начались применяться достаточно современные препараты, и, естественно, они позволяют выживаемость повысить, и пациенты дольше живут, применяя эти препараты. Но с выявляемостью также пока есть проблемы, и это как раз дефект скорее именно первичного звена, поскольку пациенты не всегда вовремя обращаются к профильному специалисту, и либо ехать далеко, либо, к сожалению, не верно ставить диагноз. И именно с этой точки зрения был часть национального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями была сделана упор на именно оказание первичной помощи. первичной помощи, и именно с этой целью был запущен проект по открытию САОПУ, да, вот этих центров показания онкологической помощи первичной. И сейчас мы про это поговорим. Ну, здесь мы видим финансовое обеспечение и, собственно, распределение проекта по финансам, то, на что, на какие цели, то, на какие цели будет распределено то финансирование, которое есть. Это и строительство, это и создание референс-центров, да, диагностики и переоснащение, да, и обеспечение, и методическая поддержка. То есть, ну, вот это вот распределение. Ну, и кассовое исполнение, то, о чем мы говорим из этого. Все цели были достаточно близки хорошо к исполнению, кроме создания референс-центров и нового строительства. И если говорить о новом строительстве и реконструкции, то это вполне можно объяснить вирусной инфекцией, поскольку там и строительство, и вот эта вся отрасль достаточно сильно могла быть задержана на период ковида до создания референс-центров, там, и именно для проведения диагностической, специализированной диагностики, то здесь видно явное недооснащение и недовыполнение. Ну, а если мы говорим, возвращаемся про ЦАОПы, да, то тоже, как и всегда, мы видим, что есть регионы, которые очень серьезно взялись за эту задачу, и достаточно большое количество центров открыли, да, то есть им важно было использовать этот проект, важно было, чтобы вот именно доступность первичной помощи была повышена для пациентов. Ну, например, Краснодарский край, который достаточно большой и который там фактически имеет один онкологический диспансер, большой диспансер в Краснодаре, то, конечно, для них критично важно было открытие большого количества центров, да, а есть регионы, где это в гораздо меньшей степени происходит, да, например, даже Самарская область или Приморский край. Вот, но, тем не менее, еще раз скажу, что все эти изменения мы отслеживаем и на постоянной основе будем публиковать и, конечно, держать вас в курсе. Вот, если мы говорим про территориальные программы госгарантии онкологии, то эти сведения тоже есть, здесь вот отранжированы регионы по уровню обеспечения этой программы в облосудочном стационаре, да, ну, как, конечно, понятно, видно, что Москва на первом месте везде. По дневному стационаре, да, опять же, это видно и источники финансирования, и объемы финансирования сиестей, ну, и расходы на биологические исследования, да, опять же, впереди Москва, ну, и все те же регионы, которые, как обычно, находятся в лидерах, вот. То есть эта информация, я думаю, уже больше интересна и полезна для региональных сотрудников, те, которые работают в своих регионах и которым важно понимание того, насколько там разработаны, насколько финансируются в данном случае онкологические программы в их регионах. И основные тенденции, я хочу о них рассказать немножечко там в конце, поскольку время у нас уже заканчивается, и буквально подвести несколько итогов того, что происходило в этом году, и сконцентрировать ваше внимание на, может быть, там, с нашей точки зрения, более интересных моментах, конечно, мы будем вас информируют в последующем и обо всех-всех изменениях, которые будут происходить. Итак, если мы говорим про финансирование здравоохранения, то что же здесь интересно? Вы прекрасно знаете, что в нескольких пилотных регионах произошел, прошел проект, пилотный проект по софинансированию. По софинансированию лекарственного обеспечения было несколько регионов, которые очень по-разному подошли к этому вопросу и достаточно по-разному действовали. Но в некоторых регионах эксперимент удался, в некоторых не совсем, но совершенно очевидно, что данная инициатива будет поддержана и будет, естественно, внедрена в дальнейшую практику. Также планируется увеличение расходов на оказание медицинских помощей в амбулаторных условиях, да, и там из федерального бюджета планируется выделять достаточно большие средства. То есть на амбулаторную помощь, и как показывает практика нынешней эпидемии, именно амбулаторная помощь – это тот, что называется, форпост, который способен в том числе и сдержать, и остановить развитие эпидемии, поскольку национальная помощь, конечно, это уже, что называется, спасение тяжелого от пациентов, а предотвратить и остановить развитие – это амбулаторная помощь, конечно. Ну, что касается регулированной системы, все вы уже столкнулись, те, кто работает в фронтической компании, что изменилась система пересмотра перечня жизненно важных лекарственных препаратов, изменилась система расчета цены, все вынуждены были перерегистрировать цену, те, кто, естественно, эти препараты туда входят. Более того, и сроки существенно изменились, то есть уже все закончили и в феврале это будет уже опубликовано. То есть и понятно, что эта система будет меняться, ну и кроме того, что принц закон о возможности замораживания цен на лекарственные препараты. Это тоже весьма важно и интересно. Что касается совершенствования системы лекарственного обеспечения, то, ну да, ликвидируется перечень МЛС, об этом все уже слышали и знают, поскольку предлагается обеспечивать все это согласно перечням ЖНОВП, да, по определенным категориям, предлагается региональным угодникам все необходимые лекарственные препараты. То есть изменения в законодательстве идут и они идут постоянно. да, разрабатываются различного рода пилотные проекты, да, по введению лекарственного страхования и в частности лекарственного страхования были попытки ввести еще несколько лет в Москве, в том числе касаемо страхования онкологических пациентов. Проект, к сожалению, не удался, но может быть и счастье не удался, потому что он не был достаточно проработан, но тем не менее эти попытки будут и будет, естественно, эта система обязательно внедряться. Ну и, конечно, изменение правил отключения, прямогодной перечни, регистрации, конечно, препаратов. Мы все прекрасно видели, как, например, ну не только лекарственных препаратов, если выбрать, там, тест-система, особенно касается ковида, было изменено законодательство, их можно было зарегистрировать в течение, там, 10-15 дней, именно поэтому, там, сейчас зарегистрировано порядка двух соток. То есть система реагирует, система реагирует на вызовы, система реагирует на все те барьеры, которые, которые появляются. И в связи с этим, в конце, собственно, хотел я сказать, что вернуться к первоначальному слайду и спросить, барьера ли это ковид или развитие, я бы сказал, что это, скорее всего, некий стимул, потому что такого развития, такого импульса, как получили в этом году, конечно, вряд ли мы получили бы в каком-то другом. Мы все видели, какие сложности были, мы видели, что творилось с маркировкой, мы видели, что сначала происходило со средствами дезинфицирующими, средствами индивидуальной защиты, которых сначала не было, но это все было налажено, в Москве был открыт целый завод, да, который все это начал производить. То есть, скорее, с нашей точки зрения, в моей в частности, та система, которая сейчас есть, она не совсем, может быть, поворотливая, не совсем быстро реагирует, но тем не менее она работает, она отзывается на те вызовы, которые есть. И, конечно, мы, со своей стороны, будем следить и следить за системой финансирования и за законодательными актами, и будем проводить анализ, и, конечно, будем о них обязательно вас информировать. Вот, собственно, это все, что я хотел сказать. Если какие-то есть вопросы, пожалуйста, пишите в чате.